Если не лечить подчелюстной лимфоденид – последствия. Если не лечить подчелюстной лимфоденид – возможно появление нежелательных последствий для организма. К ним относятся возникновение аутоиммунного заболевания и реактивные воспалительные процессы с последующими ревматоидными проявлениями интоксикации организма и сердечно-сосудистые заболевания преимущественно гипертонической направленности патологии. В щитовидной железе склонность к аллергическим реакциям перерождения в доброкачественную или злокачественную опухоль, кроме этого подчелюстной лимфоденид может спровоцировать глаукому, менингит, хронический синусит. Поэтому, если у вас появились неприятные симптомы в области подчелюстью, а также недомогание или даже повысилась температура, обратитесь к врачу. Почему воспалился лимфоузел на шее под нижней челюстью слева, справа у взрослого ребенка? Лимфоденид может развиться по разным причинам. Важно своевременно распознать патологию, чтобы помочь организму справиться с ней. Итак, почему воспалился лимфоузел на шее под нижней челюстью слева, справа у взрослого ребенка? Основные причины проникновения в лимфатическую систему инфекционного агента – возбудители. Возбудители группы РВИ подвижные. Плотные некаменистые узлы не более 1 см, цвет кожи не меняется. Копковая ангина – размер до 2 см, боли при глотании и покраснении кожи. Герпетические вирусы – язвочки, пузырьки на коже около узла. Инфекции ротовой полости – тянущие чувства с пульсацией. Прострелами узлы – продолговатые тонкие. Аллергические проявления – зуд, редко болевые ощущения. У детей лимфоузлы могут увеличиваться из-за изменения гормонального фона. На их величину и плотность также влияет развитие щитовидной железы. При непрочных стенках сосудов сон на боку может вызвать одностороннее увеличение с велотекущим воспалительным процессом. Микротромба повреждает верхний слой стенки лимфоузла. Также одностороннее увеличение может возникнуть из-за привычки подпирать подбородок ладошкой. В данном случае воспаление вызвано застоем лимфы. Это может быть как у взрослых, так и у детей. Левостороннее воспаление, как правило, возникает у левшей. Зрительная и механическая нагрузка ложится на активную сторону, как следствие ускоряются процессы, в том числе, деструктивные. Правостороннее – следствие незначительного механического повреждения тромбоярённой вены или медленно развивающейся доброкачественной опухоли. Слева доброкачественные образования возникают реже из-за большей скорости кровотока. Как правило, при остром протекании основного заболевания – одностороннее воспаление, при хроническом – двустороннее. Но при запущенной форме воспаление может локализоваться на одной стороне из-за повышения плотности образования. Замедленный лимфоток препятствует рассасыванию застоя – первый шаг на пути к онкозаболеванию. Повышение уровня прогестерона у беременных женщин приводит к снижению общего иммунитета – защитная реакция организма для минимизации риска отторжения плода. Независимо от риместра, возможно симметричное увеличение лимфоузлов. Данное состояние не является лимфоденитом, если не вызвано сопутствующим заболеванием, определяется диагностическими методами. Симптомы воспаления лимфоузлов под челюстью Воспаление лимфоузлов под челюстью сопровождается следующей симптоматикой – тянущие чувства от уха до гортани вспухания. Гортания с незначительным затруднением дыхания, повышение температуры до 37,5 при ангине, выше 39, отечность под подбородком. Синевой постепенный переход синюшного оттенка в бордовый окрас с сильной отечностью, повышенная потливость, слабость. Самый опасный возбудитель патологии – грибки. Если происходит стремительное распространение, не обязательно, что будет человеку очень плохо, симптоматика может быть велотекущей. Так происходит потому, что грибки повышают кислотность кожи и крови, провоцируют гнилостные процессы, создают нагрузку на сердечно-сосудистую систему ЦНС. Что делать, если сильно воспалился лимфоузел под челюстью и болит? Лечение – как лечить, если еще воспалилась опухла десна от зуба после удаления зуба? Для устранения воспалительных процессов в лимфатической системе необходимо устранить спровоцировавшую данный процесс причину. Е-исключение составляет фагоцитоз – доброкачественный или злокачественное образование аллергии от иммунной заболеваний. Что делать, если сильно воспалился лимфоузел под челюстью и болит? В большинстве случаев лечение заключается в воздействии на открытые источники проникновения в комплексе со снятием локального воспаления. Часто доктора назначают антибиотики и противовоспалительные препараты – картикостероиды. Источники попадания возбудителя определяются по направлению болевой отдачи и симптоматики других заболеваний. Если боль при воспалении никуда не отдает, отсутствуют симптомы простуды, ангины, заболеваний и ротовой полости, необходима дополнительная диагностика. Возможно, доктор назначит ЭМРТ области шеи. Это важно, чтобы не пропустить начало анкозаболевания. Как лечить, если еще воспалилась опухлая десна от зуба после удаления зуба? Как правило, такие состояния провоцируют микробы кокковой бактерии кишечной палочки. Основная задача лечения – повышение эффективности при минимуме медпрепаратов. Оптимальный вариант – полоскать ротовую полость антисептиком перед едой, перед сном и после пробуждения приема антибиотика. На основе амоксицеллина и клавулановой кислоты. Например, амоксиклов – максимум эффективности при минимуме риска аллергии на компоненты. При нагноении антисептик с антибиотиком группа цифалоспоринов. Воспалился лимфоузел под челюстью, под ухом при коронавирусе, болит горло. Причины, чем лечить? При коронавирусе часто воспаляются лимфоузлы под челюстью, под ухом. Это нормальная реакция организма на вирус. Возможны следующие варианты протекания лимфоденита. Выработка антител в первые дни после заражения. Незначительное увеличение. До 1,5 см лимфоузлы подвижные, легкая боль при надавливании. Запаздывание иммунного ответа или COVID-19 протекает на фоне ангины, боль в горле с першением, сжением в легких, небольшое покраснение кожи около лимфоузлов. Как правило, коронавирус сопровождается стремительным размножением пневмококов и стрептококов. Это основная причина развития воспаления не только в области лимфоузлов, но и в других органах и системах. Важно во время лечения принимать противовирусные препараты. Если развиваются осложнения, то врачи назначают антибиотики пенициллинового ряда. Беременность. Воспалился лимфоузел под челюстью. Причины, что делать? При беременности лимфоузел под челюстью воспаляется по таким причинам – снижение иммунитета, изменение гормонального фононарушения функции щитовидной железы, общая интоксикация организма, перераспределение жидкостей, что делать в этом случае? Как помочь своему организму? Вот советы. В большинстве случаев достаточно придерживаться сбалансированного питания. Медпрепараты при беременности принимать только по согласованию с врачом. Ведь даже если беременность не является противопоказанием к противовоспалительному средству, возможно бурное протекание аллергической реакции. А противоаллергические препараты при беременности противопоказаны. Какое обследование пройти, если воспаляются лимфоузлы часто? Визуальный осмотр у врача на приеме позволяет доктору составить приблизительную клиническую картину при ярком протекании сопутствующего заболевания. Какое обследование пройти, если воспаляются лимфоузлы часто? Для уточнения методики лечения, а также определения причины при смазанной симптоматике, применяются следующие диагностические методы. Анализ крови определяет динамику воспалительного процесса. Развернутая лейкоцитарная формула поможет диагностировать Возникновение иммунного или аутоиммунного заболевания. УЗИ показывает точный размер образования, степень поражения прилегающих тканей. Выполняет дифференциацию лимфоденита и поражение слюнных желез. Радиография, скорость лимфотока. Биопсия, определение степени доброкачественности образования, точный подбор препарата для данного типа возбудителя. В большинстве случаев достаточно общего анализа крови, визуального осмотра лимфоузлов и органов. Воспалился лимфоузел под челюстью с правой левой стороны, к какому врачу обращаться? При воспалении лимфоузла под челюстью с правой левой стороны, без дополнительной симптоматики, можно обратиться к терапевту. Врач даст направление на анализ крови, по результатам которого пациента направляют к узкопрофильному специалисту. При болях в горле можно сначала обратиться к отоларингологу, проблемах в ротовой полости, к стоматологу. Продола воспалились почелюстные лимфоузлы в горле и отдают в ухо, шею справа, слева отзывы. Лимфоденит – это распространенное заболевание, особенно в детском возрасте. Но родители часто не обращают внимания на симптомы и не обращаются к доктору. Патология может протекать с осложнениями или пройти самостоятельно. Однако консультация специалиста все равно нужна. Итак, продуло воспалились почелюстные лимфоузлы в горле и отдают в ухо, шею справа, слева. Вот отзывы, чем лечатся пациенты и что они делают при появлении симптоматики лимфоденита. Алина, 28 лет, у пятилетнего сынишки вспухли лимфоузлы на шее. Ну прям как две большие колбаски. Хотела бежать к терапевту в районную поликлинику. Мама отговорила, ссылаясь на коронавирусную эпидемию. Сказала, что отпустит в больницу только если будут осложнения. Через две недели прошло, немного горлышко поболивало и был небольшой кашель. Местный фельдшер посоветовала нурофен и амоксицелин в форме суспензии. Принимали пять дней по один раз в сутки. Сейчас все нормально. Валерий, 42 года у меня лимфоузлы, воспаляются с раннего детства. Раньше все сходило с рук, осложнений никогда не было. Через один-две недели они становились нормального размера. На этот раз не повезло. Сначала увеличились до двух сантиметров, затем началась одышка. В результате переболел коронавирусом в тяжелой форме. А если бы сразу пошел в поликлинику на консультацию к врачу, то, возможно, не было бы таких осложнений. Виктория, 36 лет, работаю лаборантом в институте биохимии. Ежедневно вычищаю чашки Петри от отработанной среды агара. Недавно лимфоузлы увеличились до двух с половиной сантиметров за несколько часов. Внезапно начали слезиться глаза, заложила обе ноздри. С каждым днем становилось все хуже. Я исправно продолжала ходить на работу, чтобы не потерять высокооплачиваемую должность. На пятый день пропал аппетит, начались кратковременные обмороки, лимфоузлы и нестерпимо болели. Пришлось обратиться к терапевту. После полной диагностики у меня обнаружили респираторный микоплазмоз. Пришлось проходить месячный курс изнурительной комплексной терапии и оплачивать консультации миколога, которому пришлось ехать в другой город. В конце курса специалист сказал, что если бы я не затягивала с обращением за медпомощью, его консультации бы не понадобились так. Как микоплазмы не эмутировали и их можно было уничтожить за 5 дней обычным тетрациклином. Видео 8 сильнейших рецептов. Как быстро растворить воспаление лимфоузлов. Прочитайте по теме. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова